виталий приветствую тебя очередная встреча соответственно обсуждаем рынке техника фундамент возможности делимся с нашими подписчиками и теми кто следит за нашим совместным аналитическим контентом друзья если есть какие-то запросы пожелание обязательно оставлять фидбэк с большим удовольствием на него отреагируем с италием можем подстроиться адаптироваться если нужны какие-то другие инструменты для анализа тоже пишите опять же без фидбэка от вас мы собственно не сможем узнать что нужно так ну что эта неделя на самом деле отчетов будет не так уж и много если говорить про американскую статистику влияющую на доллар и на все рынки это пожалуй можно выделить четверг там годовые данные по улп заказан товар родительного пользования но еще я бы пожалуй обратил ваше внимание друзья на среду заседание банка канады в этот день кому интересно разнообразить портфель инвестиционных сделок можете обратить внимание на канадский доллар я считаю что ставку конечно же повысит вероятность это очень высока после последнего отчета по инфляции после данных по хроничным продажам и рынку труда как это скажется на канадском долларе допускают что у канадца вырисовываются очень хорошие обычные перспективы которые сейчас еще больше усиливаются также и а в основной динамикой на рынке нефти сегодня я не то чтобы хочу прям сделать акцент на канадский доллар это для тех кто все-таки следит за этим инструментом я бы порекомендовал по паре доллар канадец ждать отметку 1.32 сейчас мы котируемся конечно существенно выше демонстрация экрана перейдем я сегодня хотел бы сделать акцент на следующий инструмент это европейская валюта против доллара золото и собственно рынок нефти который я сейчас немного затрону европейская валюта котировки 1 0908 сегодня кучу обзоров перечитал инвестбанков хедж фондов как сильно может подражать евро в перспективе ближайших дней я думаю что я ранее уже озвучил свою позицию что я считаю что индекс доллара все-таки сможет получить локальную поддержку при надеюсь в момент следующего заседания американского регулятора это правда конец этого месяца то есть 31 января 1 февраля до этих пор доллар могут еще продавить что благоприятно скажется на динамике рисковых инструментов вот как раз как раз срочно этим можно воспользоваться в отношении европейской валюты разделяю прогнозы многих инвестбанков о том что евро может протестировать 1 10 и нарисовать даже локальный максимум именно на таком импульсном прорыве сопротивление 1 10 максимум на отметке 1 10 50 это такая как косочная сделка почти 150 пунктов вас текущих уровней причем сейчас восстановление евро опирается не только на локальную слабость доллара но еще на кучу жестких комментариев представителей европейского центрального банка сегодня на своем брифинге утреннем аналитическом с рассказывал о словах точнее о заявлениях главы банка франции главы банка нидерландов это все у наследия доводского форма прошлой недели потому что они там выступали и озвучивали перспективы изменения ставки европейского центрального банка потому что в обоих случаях и глава банка франции глава банка нидерландов являются членами совета управляющих европейского центрального банка ну и лагарда мы помним ее выступление как раз многие считают что именно она стала триггером роста европейской валюты в конце прошлой недели заявление о том что ставка повысится на ближайших двух седаний как минимум на 100 боистых пунктов но это опять же если и цб будет и дальше также активно бороться с высокой инфляцией то конечно же ставку нужно повышать и дальше она будет расти но я не думаю что из этого получится какая-то прям совсем долгосрочная сделка я честно говоря не разделяют сценарий ожидания тех кто прогнозирует что евро против доллара может достичь 1 13 1 14 там уже к второму кварталу но это слишком круто это значит то что индекс доллара должен улететь существенно ниже 100 на пунктов но при всем уважении к рынку индекс доллара уже за последние три месяца так сильно продавили больше чем на 10 процентов но там точно должна быть коррекция но рынок так не работает однозначный такой тренд без каких-либо коррекционных откатов если бы сейчас у нас была бы как бы идея того что фрс все решил более не ужесточать монетарную политику и более не повышать процентных ставок то может быть в этом как-то можно было бы найти еще топлива для такого долгосрочного роста европейской валюты но мы знаем то что фрс все таки будет повышать процентные ставки я рассчитываю что доллар на этом фоне все таки смогут еще откупить так по золоту была рекомендация что золото будет расти мы на прошлой неделе видели новый локальный максимум это правда еще не 1950 но мне кажется прям вопрос ближайшего времени то что это сопротивление будет протестировано сейчас котировки 1920 последний отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами я смотрю за этим релизом каждую неделю также внимательно как и за индексом рыночных настроений и постоянно подсвечиваю именно возможности того как лучше действовать по рынку драгоценных металлов на основании так называемой психологии то есть действий большинства и меньшинства простые правила если смотрим на хедж-фонды то нужно делать как они сейчас мы видим то что институционалы за прошлой неделе увеличили совокупную спекулятивную позицию по золоту по сути до 153 тысяч контрактов это максимум с середины прошлого года и в принципе уже около тех уровнях когда золото как раз середине прошлого года цеплялась за уровни выше 1950 я считаю что ситуация может повториться поэтому золото останется интересным активом для средней долгосрочных покупок ну и индекс рыночных настроений по-прежнему толпа шарит а вот здесь вот нужно действовать против толпы то есть против ритейл трейд в другой фон слабый доллар который никак не может встать на ноги снижение доходности американских облигаций поэтому допускают что золото могут выкупить прямо с текущих значений но для тех кто может быть ищет более интересную точку входа возможно стоит дождаться если эта цена реализуется теста поддержки повторного 1900 долларов за трость консуль покупать уже оттуда хотя я бы предпочел все-таки рисковать брать уже сейчас и рынок нефти который продолжает расти уже не первую неделю 87 22 доллара за баррель сейчас китайский новый год период повышенного спроса на нефтепродукты через неделю будет статистика потому насколько вырос импорт нефти в китае за январь я думаю что показатели будут выше чем в декабре в декабре рост составил 4 процента я допускаю что в январе наверное мы увидим рост процентов на 6 на 7 эмбарго на поставку российских нефтепродуктов который вступит в силу 5 февраля и в принципе уже с фактом очевидным сокращение объема предложения из россии все это ну лично для меня фундамент интересный для того чтобы этот актив бренда покупать поэтому я без каких-либо сомнений уверен то что бренда будут и дальше двигаться восходящем тренде и моя цель в италии в рамках этой недели по бренду теста 90 долларов за баррель это такие же ожидания как разделяют аналитики сити которые на прошлой неделе опубликовали такой серьезный месячный прогноз на основании последних докладов опекам международного аналитического агентства где также вырисованы исключительно бычьи перспективы для всего рынка углеводородов вот на этих трех идеях евро золото нефть я пока рекомендую сосредоточиться но и бонусом канадский доллар то есть покупаем канадский доллар и соответственно шортим пару доллар канаде слава тебе так всех приветствую ну в принципе я с тобой согласен по поводу евро доллара индекс и золото я аналогично всю прошлую неделю работал на рост евро доллара на рост золота где-то получилось больше заработать так как золото более волатильное и давало хорошие движения в конце недели показывала новые максимумы евро показала так скажем новые максимумы только сегодня ночью по индексу доллара аналогично то есть там зеркально евро я еще прошлый раз мы с тобой когда понедельник обсуждали индекс доллара я говорил что там нет и по евро доллару нету никаких признаков на разворот да я с тобой да я с тобой согласен что индекс доллара пошел большую коллекцию три месяца вниз до 10 процентов он обязательно должен скорректироваться но понятие обязателен обязан да это так но скажем через какие уровни да то есть если да если мы получим какой-то мощный сигнал возможно он произойдет в четверг а возможно только на следующей неделе после заседания фрс то есть когда появится уже сигнал графически тогда можно будет говорить о о каком-то развороте я пытался скажем на это на прошлой неделе там немножко на младшем таймфрейме там были сигналы на какую-то коррекцию но эта коррекция там произошла всего на 50 пунктов я понял там в конце недели что не стоит с этим связаться и вышел с этого на как бы вот так давайте демонстрация экрана так у тебя заблокирована демонстрация для меня секундочку готова так ну я вкратце пройдусь только по основным инструментом так как ты успех озвучил я с ними согласен я затрону фондовый рынок больше ну по поводу так скажем вот наш прошлый обзор я закидывал себя в телеграм-канале и это было 16 до понедельник и получается вечером вечером я закинул в телеграм что по евро приоритет лонг то есть у нас был мощный импульс вот этот да и мы в нем практически всю неделю торговались по нему только работать этом даже два раза писал в телеграм-канале с понедельника и где-то в среду что или там четверг что покупать евро доллар да дальше давайте перейду к графикам еще раз повторюсь если не затрагивать евро доллар у нас получается по индексу доллара вот этот мощный импульс который был еще там у нас какие-то даты видно его да то есть пока мы в нем торгуемся у нас приоритет вот это накопление но на шорт я думаю что скорее всего да не сто процентов скорее всего мы будем обновлять эти минимумы и возможно до четверга еще падать посмотрим какая там реакция будет на новости п но обновление лоу я думаю будет дальше уже посмотрим плюс здесь можно дивергенция достаточно долгое но видим что очень мощно сливают на данный инструмент поэтому работаем пока локально на снижение по данному активу евро зеркальная картинка но вот вот это накопление которым я как раз сейчас показывал оно так скажем приоритет лонг мы пробили его пока дорога открыта наверх что касается золота согласен вот я бы хотел отметить серебро так как ты золото сказал по серебру аналогичная картинка приоритет я вижу глобально лонг так скажем среднесрочно я практически весь текущий месяц январь покупал так скажем данный инструмент мы локально росли достаточно неплохо но какого-то мощного прорыва наверх я так и не получил посмотрим возможно на этой неделе мы получим поэтому все что выше так скажем 23 23 20 условно я бы работал на повышение серебра с обновлением максимума который у нас есть в районе 24 50 и где-то в районе 25 26 возможно выше время покажет обязательно соблюдать риски так как у нас на рынке всегда возможно любой сценарий да с какой-то вероятностью поэтому пока работаем по серебру на рост ну и в принципе то что я хотел сказать с акцентировать внимание на фондовом рынке напомню в прошлый раз я сделал акцент чтобы мы покупали акции фейсбук метода в понедельник в понедельник у нас не торговался то есть возможно было купить эти акции со вторника в принципе мы на прошлой неделе показали неплохой рост по данным акциям кто покупал он в принципе мог заработать локально какого-то мы супер движение наверх не получили но прибыль кто покупал есть по данному инструменту в дальнейшем также вижу аналогично кто ранее не покупал здесь пока каких-то сигналов на разворот по данному инструменту нету пока приоритет лонг аналогично по акциям тесла говорил покупать в понедельник мы как раз во вторник открылись выше уровня красивенько да и в принципе всю неделю мы показывали с отката какой-то рост да он не сильный там но хотя условно здесь если взять в процентом достаточно такой неплохой более пяти процентов практически мы показывали рост это в принципе неплохой на текущий момент приоритет по данному инструменту я вижу на рост также хотел отметить что на этой неделе будут сильные отчеты по крупным компаниям да квартальные отчеты это акции тесла microsoft виза мастеркард джонсон боинг да поэтому как раз вот по тесла будет отчет я немножко отчета не люблю торговать так как у нас скажем может быть геп скажем как бы в любую сторону если торговать с плечом то можно скажем попасть достаточно сильно поэтому очень аккуратно соблюдаем риски с покупкой данного инструмента так как любой сюрприз у нас достаточно мощный тренд вниз и поэтому возможно это всего на всего коррекция и она закончилась и получим мощное движение вниз но пока я вижу дальше акции apple аналогично поршу раз говорил покупать в принципе дальше вижу приоритет по данным акциям long если кто не покупал на прошлой неделе возможно дальше откупаться плюс adobe говорил покупать вот на этой проторговочке у нас мощный красивый паттерн образовался за последний скажем квартал который говорит о возможном среднесрочном движении наверх вплоть до уровня 400 450 посмотрим получим ли мы мы пятницу наконец-то пробили уровень сопротивления ключевой в районе там 345 условно на закрылись выше принципе с открытия возможно рассматривать данную бумагу наверх посмотрим на дальше ну по поводу компании там microsoft да говорил отчитывается здесь нисходящий достаточно такой мощный тренд да вот у нас мы практически весь двадцать второй год как и по снп 500 у нас понижающаяся тенденция да здесь аналогично понижающаяся тенденция практически он копирует индекс снп 500 даже больше нас дак если не ошибаюсь он больше похож видно что данный индекс данную акцию достаточно агрессивно в этом месяце откупают и поэтому я вижу пока возможный лонг вот с текущих отмена сценария если мы будем поглощать так скажем минимум четверга вот если агрессивно закроемся тогда я бы уже выходил с этой бумаги плюс как уже сказал будет будет отчитываться виза здесь мы прорвали достаточно мощный уровень сопротивления в районе там 200 условно 17 как раз проторговались выше данного уровня здесь тоже приоритет пока лонг принципе перспективы достаточно сильные поэтому вот эти все акции которые я назвал пока я вижу лонг по поводу фондовых индексов если на них смотреть индекс nasdaq индекс nasdaq индекс s&p 500 сейчас идет борьба за ту трендовую линию которой мы долго уже обсуждаем да но такое ощущение что ее могут пробить так как я на прошлой неделе снимал видео обзор по поводу шартов s&p 500 dow jones вот по dow jones мы практически получили очень неплохое падение то есть я советовал но что мне не нравится немножко по дальнейшему падению я пятницу хеджировался там с учениками мы покупали индекс s&p 500 вот по nasdaq достаточно агрессивно пятницу откупили и вот это как-то не смотрится вот данная конфигурация которая здесь происходит на дальнейшее падение такое ощущение что они хотят сломить вот эту трендовую линию поэтому я пока за лонг по акциям если мы пятницу будем поглощать как по nasdaq так и по s&p 500 а вот у нас вот эта трендовая глобальная мы ее как раз тестируем вот если мы пятницу поглотим будет такое медвежье поглощение тогда будем дальше обсуждать шарты с текущих они возможны но мне не нравится как пятница купили то есть мы с ребятами здесь купили захеджировали шарты и без убытки посмотрим что с этого произойдет потому что такие агрессивные откаты ну бывает такое на рынках но скажем это мне не сильно понравилось конечно как то вот так пока все у меня спасибо виталий за рекомендации за сделки за анализ фондового рынка следим я думаю что через неделю соответственно как всегда подведем итоги виталий ты меня слышишь да да я тебя слышу ну и будем держать всех в курсе соответственно если будут вопросы друзья обязательно оставляйте все в комментариях с большим удовольствием ответим виталий тебе большое спасибо тоже хорошей торговой недели и до скорых встреч пока всем спасибо удачи пока